Физкульт привет! Друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы не раз просили меня рассказать о тренировках, о питании вегетарианцев. К сожалению, друзья, я не имею такой практики, сам не являюсь вегетарианцем. Но сегодня для всех тех, кто просил делать подобные ролики, огромный подарок. Сегодня я вас познакомлю с парнем Андреем, ему 31 год. Он не просто вегетарианец, он веган. И к тому же еще сыроед. Настоятельно рекомендую всем посмотреть, послушать, о чем говорит Андрей, как он тренируется. На самом деле это очень бесценный, полезный опыт. Лично я никому не рекомендую соскопу, с дуру, с барахту становиться даже вегетарианцем. Пока. По той простой причине, что к этому нужно прийти. И в первую очередь это духовная практика. Нужно духовно осознать необходимость отказаться от мяса по той или иной причине. Давайте посмотрим, что нам покажет и расскажет Андрей. Всем доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 31 год. Я веган-сыроед. Ранее занимался железным спортом и бегом. В итоге ни к чему хорошему это не привело. Кроме как к разочарованию. Я забросил все эти занятия и все из-за того, о чем говорит Егор. Это дилетанты фитнес-индустрии и программа тренировок для про-спортсменов. Ну и конечно же нехватка информации. Я не занимался порядка двух лет. Не мог себя переселить, чтобы начать заниматься. Так как я знал, что будет опять провал из-за моих знаний. Я решил пополнить свои знания о фитнесе. На просторе ютуба мне встретился канал Heavy Metal Gym. Видимо неспроста. Посмотрев пару видео по приседаниям и стану, я понял, что занимался все эти годы непонятно чем. Егор очень хорошо и грамотно доносит информацию в своих статьях и видео. Некоторые видео я пересматриваю по много раз, чтобы не упустить какую-либо важную информацию. Сейчас я тренируюсь по программе для новичков. Там одна закладная база. Результатом я очень доволен. Недавно перешел на второй этап. Благодаря информации, что доносит Егор в видеороликах, я понял, что установить тягу я делал непонятно как. А именно просто брал штангу, поднимал и опускал. Не вдаваясь в подробности о том, что должны быть сведены лопатки, что нельзя выпрямлять ноги полностью. И приседы это, кстати, тоже касается. Что нельзя выпрямлять полностью спину, как это делают лифтеры. А ведь раньше я так и делал. И еще максимально сводил лопатки. Что касается приседа, тоже корово раньше делал приседания со штангой. Но пополнив информативные запасы, дарованные Егором, исправил это и стараюсь соблюдать технику на все 99%. Я также был уверен, что делал гиперэкстензию. Хотя по факту делал экстензию. Итак, как же дела обстоят по самим тренировкам и всем процессам? Вроде бы кажется, что одно и то же должно угнетать. Но черт-два, перед тренировкой смотрю видео Егора для закрепления материала. На что нужно сделать акцент. И с большим удовольствием иду в зал. Снимаю видео выполнения упражнений. И анализирую свои косяки, так скажем. Из-за этих пары месяцев прирост в мышцах реально стал виден. И те же брусья. Поначалу я делал 2-3 отжимания. Теперь я делаю 20. И особо не напрягаюсь. В общем, ребята, база рулит. Спасибо, Егор. На тему кардио. Егор тоже раскрыл глаза. И на тему сауны, которую все так любят после тренировки. Да и еще так попарятся, что выходят как раки вареные. Также принял и начал практиковать советы по питанию. Что, когда и для чего нужно кушать. Тему про инсулин, допустим. Я проштудировал раз в 5 в каждое видео. Дабы что-то не упустить. И все, как всегда, понятно и доступно было изложено и положено для общего пользования. За это прям особую благодарность выражаю вам, Егор. Видео прошу не судить строго. Так как делаю это первый раз. Еще раз вам огромное спасибо, так скажем, за фитнес-помощь, за ваши труды и вложения в развитие спорта и человечества. Немного таких людей, которые стараются на благо других людей. Спасибо вам, Егор, огромное. Любой из вас может снять ролик, прислать его мне на почту и получить доступ в мою группу тренировок по принципу периодизации, основанном на различном типе мышечных волокон. Делайте ролики, присылайте, вступайте в группу. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.